Питер Барбер из Британской библиотеки нашел доказательства того, что Элдер имеет отношение к карте Меркатора. Когда Меркатор опубликовал карту, он очень неохотно говорил о том, кто дал ему черновик. Я изучал название местности на картах. Некоторые топонимы выглядят как неправильный перевод с английского на фламандский, но есть и другие. Однажды вечером, рассуждая над этой проблемой, я перестал смотреть на значение слова и стал смотреть на сами буквы. Я понял, что это секретарский почерк, каким писали только в Англии, и Меркатор не мог его прочесть. Чтобы удостовериться в этом, я взглянул на образец почерка Элдера. К моему удовольствию, буквы были такими же. Я понял, что букву W в почерке Элдера Меркатор мог принять за букву B. В результате название Кроули превратилось в Крэпси. Питер Барбер нашел и другие детали, указывающие на то, что именно Элдер снабжал Меркатор информацией. Вот еще одна характерная черта. В своем письме Генриху Восьмому Элдер долго объяснял, что он шотландский горец с севера страны. На карте Меркатора горцы упоминаются два раза. А кто еще, кроме Джона Элдера, мог придавать им такое значение? Итак, доказательства можно найти на картах. Видимо, именно Джон Элдер открыл французам секреты Англии. Французы и шотландцы решили завладеть Англией с помощью шотландского шпиона и Герхарда Меркатора. Но почему их план в последний момент провалился? Муж Марии, королевы шотландской, король Франции, умер в возрасте 16 лет. В 1567 году, когда ее дяди, кардинал де Лорен и герцог де Гитс, впали в немилость, Мария была вынуждена покинуть Францию. Во Франции разразилась война между католиками и протестантами. Вторжение в Англию стало невозможным. Елизавета заключила перемирие с Францией. Джон Элдер, как и Мария, королева шотландская, вернулся в Шотландию. Там Джон пытался шантажировать англичан, требуя у них ежегодную плату и угрожая, что иначе он будет помогать Марии Стюарт. Он не добился успеха в этом и исчез со страниц истории. Протестанты, недовольные ее правлением, заставили Марию покинуть Шотландию. Через много лет после этого она была казнена по воле женщины, чью корону хотела отнять – своей двоюродной сестры Елизаветы. Елизавета I оставалась на престоле еще 45 лет и стала самой могущественной из всех королев Англии, покорившей далекие страны и победившей врагов. У своего отца, Генриха VIII, она научилась высоко ценить карты. Жизнь и репутация Меркатора остались незапятнанными. Он стал самым известным географом в современной истории. Карта Британских островов, созданная Меркатором, напоминает о кровопролитной эпохе европейской истории, когда картография была опасным занятием и составление карт шло бок о бок со шпионажем. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова